И к другим темам. Созданная по поручению руководителя страны, республиканская рабочая группа провела изучение в Индижанской области, в процессе которого оказано практическое содействие в повышении эффективности совместной работы народных приемных, секторов, помощников хакимов, лидеров молодежи и других ответственных структур. Также решены были многие вопросы, волновавшие жители Махаля, и намечены дальнейшие мероприятия в этом направлении. Продолжение следует... В последние трех дней изучено более 11 420 домохозяйств и 387 объектов. Найдено решение 592 из выявленного 631 вопроса. На месте получили свое разрешение 245 вопросов из поступивших всего 573 во время организованных общественных приемов в сходах граждан Махали с относительно трудными социально-экономическими условиями. Такие открытые диалоги, признаться, служат большой школой для помощников хакимов и лидеров молодежи, которые имеют возможность совершенствовать свою работу с обращениями граждан по выявлению и решению различных проблем. Они принимают активное участие в этом процессе. И вот пример. Ответственные лица Министерства по чрезвычайным ситуациям и секторам с выездом на место изучили обращения жителей схода граждан Махали Мингурик от Дижанского района. Посоветовались с помощником хакима и лидером молодежи. Стало ясно, что дороги на улицах Сарбон, Фаравон, Фаробий, Каналбое и Шончек в очень плохом состоянии. Зимой утопают в грязи, а летом в пыли. Создавая трудности для местного населения. После чего их покрыли гравием, завезенным сюда десятками грузовых автомашин. Сначала покрывают разбитые улицы гравием, а потом прочные основания бетонируют. В этом плане, можно сказать, создана своеобразная школа в Андижане. Вся цепочка проводится на кластерной основе. И по мнению специалистов, такие дороги прочные и удобные. А также строить их дешевле, чем асфальтированные. Бетонное покрытие может прослужить 20-25 лет. Кластер дает гарантию на 10 лет. И в этот период на бесплатной основе обязуется решить любую проблему, связанную со состоянием такой дороги. В нынешнем году в качестве эксперимента бетонируют более 50 километров внутренних дорог. 28 сходов граждан Махали области. До сегодняшнего дня подобные работы проведены на 20-километровом их участке, в 20 махалях районов и городов. В частности, такой работой охвачены 14 километров дорог в Махале-Саддатаге Андижанского района. И уже они выполнены на двух улицах. Также вдоль них построили тротуары и высадили саженцы. Все рады таким переменам, радующим взор, поднимающим настроение. В Махале-Саддатаге имели место проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой и электроэнергии. В начале этого года на основе соответствующего анализа приступили к установке двух трансформаторов. 200 железобетонных опор, протягиванию 6-километровой линии электропередач. Посредством строительства 2-километровой водопроводной сети каждый дом обеспечивается питьевой водой. В процессе общественного приема в сходе граждан Махали Дехконобот Бустанского района решена общая проблема десятков домохозяйств. Дело в том, что на их территории оставались старые опоры, что создавало трудности и определенную опасность для жителей. После обращения вдоль улицы стали устанавливать железобетонные опоры, по которым скоро протянут линии электропередач. А старые опоры в домохозяйствах уберут, что решит многолетнюю проблему сельчан. В течение трех дней в процессе открытых диалогов подворового изучения в Махалях с относительно сложными социально-экономическими условиями покрыли гравием более 2-х километров дорог. Установили свыше 330 железобетонных опор, протянули более 13 километров линии электропередачи и километр 200 метров водопроводных труб. Населению доставили почти 40 тысяч баллонов с жиженным газом. А в Махалях Асакинского района раздали 100 тысяч саженцев деревьев. Они высажены, к примеру, и вдоль бетонных дорог, а также вокруг детских площадок схода граждан Махали имени Амира Тимура. Отдельное внимание повышению доходов семьи, что обеспечивает их достаток благополучную жизнь. Представители народных приемных секторов, правоохранительных органов оказывают всестороннее содействие помощникам Хакимов, лидерам молодежи в эффективной реализации актуальных задач в этом направлении, что дает свои положительные результаты. Так, в течение двух месяцев в Махале Саддатаге Андижанского района за счет льготных кредитов и субсидий в 120 домохозяйствах возведены компактные теплицы. На сотки каждая. В них выращивают огурцы, редиску, помидоры и другие агрокультуры. В сходе граждан Махали Янгихшлок Бустанского района выделены льготные кредиты. И в 60 домохозяйствах возведены теплицы. На основе кооперации еще в 70 построили клетки и доставили до 100 голов кур и уток на каждый приусадебный участок. 12 семьям выделили 175 голов овец. Хаджабадский район. Проживающая в Махале 30 лет независимости Нодра Ахмедова на швейном предприятии открыла 100 рабочих мест. Ее обращение связано с расширением деятельности посредством организации дополнительных производственных площадей. В подвальных помещениях многоэтажных домов, где в основном будут трудиться представительницы прекрасной половины, нуждающиеся в социальной защите, нашло свое разрешение в процессе общественного приема. Совместно с помощником Хакима решен вопрос по выделению ей кредита в размере 80 миллионов сумм. В процессе деятельности республиканской рабочей группы 44-м, пребывающим в сложных социально-экономических условиях гражданам, выделены субсидии. Еще 336 обратившихся соотечественников воспользовались кредитом в общей сложности, превышающим 7 миллиардов сумм. Во время организованных ярмарок труда обеспечена занятость 165 человек. Еще 118 направлены на обучение профессиям. На основе детального обсуждения подготовлено к реализации множество проектов. После изучения ответственных лиц генеральной прокуратуры в сходе граждан Махали Марышкор Мархаматского района, 10 безработным молодым людям переданы на основе кредита оборудования по производству пеноблоков. Таким образом, заработал маленький цех по выпуску данного вида строительного материала. Ответственным лицам территории даны поручения по обеспечению занятости женщин, строительству теплиц, развитию животноводства, в частности, в сходах граждан Махали Увайси, Берлик, Челон, Хорахургон, Палвантош Мархаматского района, а также по финансовой поддержке ряда перспективных проектов в виноградарстве, Махале, Учтипа, Булакбашинского района. Конечно, в основе всего созидательного процесса, направленного прежде всего на создание достойных условий для населения, повышение уровня его благосостояния, мира и спокойствия на родной земле. Это самое большое богатство, стержень всей нашей жизни. Потому во время диалогов ответственных лиц Министерства внутренних дел в Махалях, образовательных учреждениях, домохозяйствах, Осакинского, Алтынкультского, Хаджабадского, Андижанского районов и областного центра определены адресные мероприятия с конкретными сроками по исполнению на местах концепции общественной безопасности, предупреждению преступности, обеспечению безопасности дорожного движения, мира и спокойствия, стабильной среды дружбы и согласия, работе с проблемами безработных, не имеющих профессии, находящихся под контролем службы пробации представителей молодежи, организации ее содержательного досуга, привлечению к чтению книг, спорту, к освоению информационных технологий, а также к предпринимательству. Восемь объектов, расположенных в общественных местах, подключены к Центру технической охраны, 16 жилых адресов — к пульту охраны, на 11 объектах установлена автономная сигнализация, 18 зданий оснащены камерами видеонаблюдения. В этом плане профессорским преподавательским составом Академии Министерства внутренних дел и Университета общественной безопасности на основе изучения в Махале-Султона-Обот, Андижанского района, разработано учебно-методическое пособие по работе в Харабай. По результатам деятельности в сходах граждан Махали-Мустаклик и Узбегем города Андижана новая система обеспечения общественной безопасности. Отдельное внимание о реализации задач, обозначенных в этом направлении главой государства на виде селекторном совещании, состоявшемся 11 февраля этого года. Проанализированы территории, на которых регистрируется наибольшее число дорожно-транспортных происшествий, исполнение новой системы по обучению вождению и выдаче водительских прав. Для специалистов данной сферы организовали семинары-тренинги. Недавно в области разработали региональную концепцию по управлению дорожным движением и обеспечению безопасности, согласно которой определено установить всего 5873 новых дорожных знаков. Разработаны дорожные карты по всестороннему развитию и повышению уровня благосостояния населения 72 сходов граждан Махали с относительно сложными социально-экономическими условиями.